Чувашский шартан, печенье на сливочном масле, натуральное молоко, сыры. Продукцию местных фермеров теперь можно найти не только на полках небольших магазинов, но и в крупных торговых сетях. Сегодня в Чебоксарах открылся первый фермерский островок. Чем местные товаропроизводители будут удивлять покупателей, выясняла наша съемочная группа. Сначала обязательная дегустация. Именно так покупатели знакомят с продукцией местных товаропроизводителей. Однако есть и те, кто с чувашскими полуфабрикатами, деликатесами, сладостями, медом знакомы уже давно. Особенно им полюбилось молоко с высокой жирностью. Говорят, как у бабушки. Наша задача при выборе таких поставщиков была именно задача объединить производителей с натуральной продукцией, потому что для нас это очень важно. Для нас такая миссия является накормить людей здоровым продуктом. Так называемый магазин в магазине работает по модели кооператива. Здесь, на фермерском островке, свою продукцию представляют 11 хозяйств. Батаревского, Канажского, Цивильского, Козловского, Чебоксарского, Ядринского районов республики. И, кстати, присоединиться к ним может любое предприятие. Заявки от поставщиков принимаются через цифровую платформу msp.rf. Здесь мы всех объединяем, у нас другие условия, намного проще условия, лояльнее. Ну вот, наверное, в этом плане им помогает именно продаваться. Ну и, соответственно, для покупателей тоже удобно зайти в один магазин и встретить производителя Чувашской республики в одном месте. С каждым годом количество фермеров увеличивается, но реализовывать свою продукцию им сложно, тем более в крупных торговых сетях. Нужны большие объемы производства, да и сам товар долго не хранится, что не устраивает федеральные магазины. А такой формат островка фермерам подходит как нельзя лучше, уверен министр сельского хозяйства Чувашия. Давно мы хотели, чтобы появились такие островки, но теперь я надеюсь, вот сегодня договорились, что до Нового года будет еще один островок уже полноценный откроем. Нам важно, чтобы всегда была свежая, качественная продукция, чтобы она не дискредитировала фермеров, то есть все понимали, что они здесь могут получить свежую продукцию. Екатерина Данилова, Елена Дмитриева, Святослав Петров, Вести Чувашия.